Основатель и руководитель информационно-аналитической компании, но не корпорация, а Северный Ветер. А вы где находитесь в Северный Ветер? Владимирский централ! Весь Северный! Нифика Норто Шмидт. Я сын лейтенанта Шмидта. Докажите. Нету доказательств? Тогда... Ты втираешь мне какую-то дичь. Ее телефон находился в сумке, в раздевалке. Она в это время находилась в операционной, проводила операцию. Кто-то ее упорно таранил, кто-то знал, что идет операция. А вы как относитесь к Антонову Николаевичу Булгакову? Вы с информальной группой ходите? Какую? Дети страдают, а вас какие-то секты интересуют. Саботируя органы власти. Он тебя пытался вменять в саботаж. Вы меня хотите спровоцировать. Дестабилизация работы государственных органов. Он вплотную сотрудничает с этими органами. Вам это о чем-то говорит? Конечно, провокация. Не нужно меня провоцировать. Вы кто вообще такой? Зайдите в YouTube, и вы себя там увидите. Так как вы не чистоплотный журналист. На дороге нашли, что ли, или где? В студии разберемся. Зазарекался, ты видел? Это ваше право. Ну и все, до свидания. Все, до свидания, не упокоев. И не нужно меня провоцировать. До свидания. Это бизнес. Рассказывай мне, что это такое. Вы в курсе, что он статьи публикует? Что якобы Антон Булгаков является сектантом, а потом эти слова все поудаляли. Ничего себе, как это сектант. Посмотрите на канале Сургонадзор. Я вообще-то у вас... Сколько материалов за час? Сколько? Один. Один? Один. То есть вы признаете факт размещения статьи якобы Антон Булгаков? Подождите, подождите, не подсказывайте. Это почти дуэль. То есть вы подтверждаете, что вы автор статьи под названием «Лидер секты» и жалуется прокурору? Я не называл, какую статью я сказал. А какую статью вы написали одну про меня? Все? Закончили слова? Здесь суд. Суд. Я все понимаю. Но суд... Суд. Публично и открыто. Вас кто-то в чем-то обвинил? Вы меня обвинили в саботаже. Я не права никого обвинили. Но вы ей звонили? Я ей звонил, конечно. А про саботаж говорили? Я не помню, про что я разговариваю. Не помните? Я вам предоставлю аудиозапис. Загонять. Вот с этого момента попали. И... Слушай вас. Слушай. Олег, здравствуйте. Меня зовут Евгений Упокоев, информационное агентство «Аурорук». Буквально пару вопросов. Евгений не упокоев. Ну? Буквально пару вопросов. Скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, вы написали больше 500 залов на травматологическую больницу Сургута? У вас искаженная информация, недостоверная. Об этом я никогда не говорила нигде. Я вас спрашиваю, так это или не так. У меня другие источники что-то есть. Вот у того источника спросите, пожалуйста, кто вам доставляет такую информацию. Хорошо, хорошо. Действительно ли вы своим защитникам представили Шуманина Владимира Юрьевича? Нет, не действительно. Ясно. Получается, когда вы приходили на прием к следственной комитете, об этом заявили, меня обманули в следственном комитете. Вот в следственном комитете и спросите. И вообще я с вами не намерена вести переговоры, так как вы не чистоплотный журналист. Извините, пожалуйста. Вам доверение. Да дело не в этом. Бизнес превыше там. Любишь, не любишь. Скажите, пожалуйста, а вы как относитесь к Антонову Николаевичу Булгакову? А какое это имеет отношение ко мне вообще? Ну, я... С какой целью вы интересуетесь? Я с какой целью интересуюсь? Я просто хочу узнать, действительно ли вы... Мне просто сказали, что вы в их информальную группу входите. В какую? В информальную группу входите. Вы даете отчет своим словам сейчас, нет? Я даю, конечно. Да, ну вот в студии разберемся. Ну, конечно, конечно. Ну, ты все. Я не спорю. Ну, в действительности, вы считаете, что вы правы, да? Саботируя больницу и саботируя органы власти, вы считаете, что вы правильно делаете, да? А кто саботирует их? Ну, вот смотрите. За неполный год, в 2022-й, сотрудники травматологической больницы похитили 300 раз органы, получается, у нас... А, теперь уже 300 раз. Вы же говорили 500. Нет, я говорил про то, что вы написали. Я говорю... Сейчас вы меня, наверное, плохо слушаете. Вот. Они 300 раз посетили, получается, для того, чтобы дать объяснение в полицию. Я у них спросил. После этих все заявления были обоснованы, они сказали нет. Получается, у нас в больнице вместо того, чтобы лечить и помогать людям, врачи ходят и просто заполняют бумажки, отчитываются о чем-то. Вы считаете, это нормально, да? А я должна перед вами отчитаться сейчас или что? Нет, я просто ваше мнение спрашиваю. А я не намерена делиться с вами своим мнением. Вы кто вообще такой? Я вас не знаю. Вы как-то сумасшедший, который для меня закопал. Вот реально, вы соображаете? Что тебе надо вообще? Вот ты кто такой? Что тебе надо? Вот по-простому сейчас скажу. Вы соображаете, что вы говорите? Вы кто вообще такой? Я же вам представился. Ну. Я не намерена делиться своим мнением с вами. Своим мнением я делюсь в правоохранительных органах, где есть доказательства некие. А если вам, говорит, дает кто-то ложную информацию какую-либо, вы у них не спросите, поинтересуйтесь. С какой целью вы мне звоните, я понимаю прекрасно. С какой целью я вам звоню? Вы меня хотите спровоцировать. Зачем? Зачем? Ну, потому что вы такой человек. Ну, видимо, вы общаетесь. Зачем? Ну, я смотрела про вас очень много информации интересной. Ну, а зачем вы мне звоните? Вы кто такой? Вы мой адвокат или кто я? Почему я должна перед вами отчитываться? Вы сейчас звоните, не считаете, что вы нарушаете мои права, нет? Чем? Ну, давайте начнем с того, что чем. Вы зачем мне звоните? Вы зачем? Вы кто такой? Вы какое отношение имеете ко мне вообще? Я журналист. Журналист. Я не хочу с вами общаться. Вам это о чем-то говорит? Я скажу. Это ваше право. Ну и все, до свидания. Все ваши нелепые доводы можете излагать где угодно. Обратитесь в суд на меня. В правоохранительные органы. Нет, я хотел узнать, где вы про меня посмотрели-то? Везде посмотрела, где нужно было. Зайдите в Ютуб, и вы себя там увидите. В Ютуб, но я только себя видел у Булгакова. Я не знаю, где вы там себя видели, но я порой натыкалась на ваши комментарии, на вашу писанину, на все-на-все. И в чем вы сейчас меня хотите упрекнуть, мне совершенно непонятно. Я не собираюсь с вами с ним. А что, почему? Вы на каком основании, вы вообще на каком основании имеете право мне задавать такие вопросы? Вы кто? Потому что я... Вот свои вопросы задавайте. Где у вас есть компетенция такая? А я с вами не намерена разговаривать. Понятно вам? Я могу всем задавать вопросы. Нет, вы не можете задавать мне вопросы. Я вам на это согласен, не даю. Почему? Я вам позвонил, вы сами рассказываете, комментироваете. До Бострыкина я рано или поздно дойду. Имейте в виду это. И не нужно меня провоцировать. Я вам еще раз говорю, не нужно меня провоцировать. Если вам дают информацию в Следственном комитете, обращайтесь, пожалуйста, туда. Если они говорят, что информация не соответствует действительности, пусть они вам дадут эту информацию, которая не соответствует действительности. В чем проблема? Я разделаю материал, и в этом материале будете уже участвовать. Вы, я обязану вам позвонить, потому что это этика журналистов. Я вам запрещаю себя публиковать. И я вас сейчас записываю на диктофон. Да, пожалуйста, вы не можете мне запретить что-то публиковать. Вы сейчас, я правильно понимаю, вы запрещаете мне делать материал? Я запрещаю в вашем материале, чтобы я была каким-либо фигурантом. Вам, как свою личность, как физическое лицо. Я вам это запрещаю. Слышите? Ну, я же не... Я не публичная личность, я не должностное лицо. Я не правоохранительные органы, я не следственный комитет. Я физическое лицо. И я вам запрещаю вторгаться в свою личную жизнь. Вас ставлю в известность. Вот и все. Я не лезу в вашу жизнь. Ну, делайте материал, а потом посмотрим. Окей, ну вы запрещаете, да, мне получается делать? Я вам запрещаю не материал делать, я вам запрещаю вторгаться в мою личную жизнь. Я не вторгаюсь в вашу личную жизнь. Как гражданина Российской Федерации. Еще раз, вы позвоните мне с провокациями, а такого рода. Я подам на вас правоохранительные органы жалобу. Забудьте мой номер телефона. Все, до свидания. С вами разговор окончен. Я могу позвонить вам хоть когда? Откуда у вас мой номер телефона не подскажется? Кто персональные мои данные разглашает? Откуда у вас мой номер сотовый телефона? Я не знаю, кто... Не знаете? На дороге нашли, что ли, или где? Нет, забил номер в поисковике Олефа Губанова. Да вы что, это мой номер телефона высветился? Да, представьте. А вот этот ответ по вопросу мы тоже сейчас зададим. Пожалуйста. Все, до свидания, не упокоив. До свидания. До свидания. Алло. Иди. Ну, Антон, ты слышал? Алло. Ты знаешь, что он тебя пытался менять? Примерно, да? Он тебя пытался менять саботаж бюджетных учреждений, государственных органов и больницы. Да? Не получилось? Это дестабилизация работы государственных органов. Они это пытались мне 4 года назад менять. И пытались сделать из меня организатора экстремистского сообщества. И там прям была формулировка дестабилизация работы учреждений государственных органов. Это раз. Но у него не получилось, я надеюсь? Нет. Это раз. Но он сейчас будет в этом направлении копать. Ему задачу поставили, он копает. Второе, что он тебя пытался менять, это статья 144 УК РФ «Воспрепятствование законной деятельности журналиста». То есть он конкретно спрашивал, вы запрещаете мне публиковать материал? Если бы ты сказала «да», он бы сразу это доложил бы и написал бы сообщение о совершенном преступлении «Воспрепятствование законной деятельности журналиста». Ты молодец, сказала, что не запрещаешь публиковать материал, а именно использовать свою информацию личную. Ну, Антон, ну я нормально ему ответила? Отлично, замечательно. Просто в следующий раз говорит. Мои интересы представляет председатель профсоюза, где я состою в профсоюзе, Антон Николаевич Булгаков. Позвоните ему. Слушай, ну он еще номер телефона, я говорю, ты откуда мой номер телефона сделал? Зазаикался, ты видел? Ну, он на дороге нашел, реально. Ты чего думаешь, он сплотную сотрудничает вот с этими органами? Ну, я поняла, ему кто на это дал право этому? Скажи мне, пожалуйста, вторгаться в мою личную жизнь. Ну, он имеет право, он журналист. У меня его сотового телефона нет. Ты просто имеешь право запретить ему вообще, звонить себе и общаться. Я поняла, что он пытался меня что-то... Он еще пытался тебя вменять, что ты входишь в какую-то группировку. Да, да. И в фильме он говорит, что это не доказано все. Я саботирую. Подожди. Ты в следующий раз, если тебе такие подобные звонки поступают, и пытаюсь тебе вменять что-то, ты дави на то, что... А почему вы, как журналист, не выяснили, почему просрочка в травматологии, и почему 202 пациента пострадали от просрочки? Почему вы эти вопросы не понимаете? Дети страдают, а вас какие-то секты интересуют? Какие-то группировки, какие-то это... То, что я... Кому принесли вред 500 жалоб? Слушай, а он говорит, что это неправдоподобная информация. Мы в Следственном комитете подтвердили это. Пускай предоставит доказательство. Или это была провокация? Конечно, провокация. Если он что-то утверждает, смотри, любой глагол, это обстоятельство. Вот он говорит, вы там написали, вот он произнес глагол, написали. Это обстоятельство. Любое обстоятельство требует доказательства. Докажите. Нет доказательств, тогда вы бездоказательно какую-то информацию не пытаетесь втирать. Дело в том, что... Ты втираешь мне какую-то дичь. Слушай, я была в днире вообще, если честно сказать, когда я его услышала. А вот не надо в дневе, надо наоборот спокойно с ним общаться. Он сказал, что Следственный комитет не подтвердил мою информацию. Ну, может, ему на самом деле не подтвердили. Ему не подтвердили. Ну да. Ты же не знаешь. Ну, значит, я могу сделать выводы. Значит, я могу выводы сделать, что Следственный комитет... Нет, ты не можешь делать выводы, пока не увидишь доказательства. Предоставьте мне доказательства, что вам не подтвердили. Ясно. Короче, провокация. Да? Ладно. Давай, Антон. Добро. Давай. Далее. Алло, да, здравствуйте. Это Анна Кучма. Вы звонили. Здравствуйте, Анна. Вам звонит журналист в Минкенской регион, Антон Николаевич Булгаков. Меня интересует, с какой целью вы звоните Радику, узнаете, что он находится в шоковом состоянии. Мы не звоним. Радику узнаете, в каком он состоянии. А с какой целью вы звонили? Я звонила уточнить информацию, которая появилась в СМИ по поводу продажи автомобиля для оплаты услуг адвоката. Просто там общественники заявляют о сборе средств. Подождите. Кто это еще раз? Представьтесь, пожалуйста. СМИ Камчатский регион Антон Николаевич Булгаков, заместитель главного... Господи, Антон Николаевич, до свидания. Что такое? Разговор... Антон Николаевич, до свидания. Что ты там хотела мне рассказать? Говори, а то мне надо... Короче, смотри, это... Есть у меня адвокат один хороший. Есть у меня... А тот сколько вообще поносит? Ну, это тайна коммерческая. Да, ну, короче, я как поняла... Лям, наверное, на два точно просит, да? Нет, нет. Меньше? Не, ну, блин, плюс дорогу ему... Ну, это мы разберемся. Что ты мне хотела рассказать важное? Ну, короче, смотри, есть один человек. Можно его, в принципе, попросить. Ну, он, я думаю, где-то может быть... Ну, за миллион где-то может... У нас есть адвокаты, таким они обсуждаются вообще. Да. Но он точно нормальный, сильный, нет? Время покажет. Невозможно делать никаких прогнозов. Да, блин, видишь, надо, что точно было. А то вот так вот сейчас деньги вот так отдать. Ну, ничего страшного, разберемся. У нас есть хороший адвокат. Блин, а почему ему именно вот он сам не может выехать? Он откуда едет-то? Это коммерческая тайна. Ясно. Ну, ладно, давай потом тогда поговорим. Давай, давай. Давай, давай. Давай. Еще один странный звонок поступил Олесе позавчера, 18 января. Ее телефон находился в сумке, в раздевалке. Она в это время находилась в операционной. Проводила операцию, сложнейшую, труднейшую, по трепанации черепа. Операция длилась полтора часа. Уровень сложности, максимальность ее слов. То есть кто-то ее упорно таранил, кто-то знал, что идет операция. Но она этого не слышала. Она после завершения операции прошла через стерильную зону. Прошла по коридору, зашла в раздевалку, открыла сумку, достала телефон. И только тогда увидела, что ей во время операции поступали звонки. 8 пропущенных звонков. Алло, здравствуйте. Олеся Леонидовна. Да, здравствуйте. У меня такой познакомился. Я Романов Лукман Константинович. Основатель, руководитель информационно-аналитической компании. Мы не корпорация, а «Северный ветер». Забыть ее не хватит сил. Владимирский централ вечерный. «Северный ветер». «Северный ветер». «Северный ветер». Мы проводим расследование в отношении того, что были просрочки в травматологическом центре. Что произошло вообще? Ну, как так получилось? Кто в этом, в общем, причастен? Что дальше произойдет? И продолжается ли противостояние по сей день? А можно я вам через час позвоню? Я только вышла с операцией. Мне нужно сделать свою работу. Хорошо, не вопрос. Хорошо. Вы как освободитесь? Если даже не сегодня не сможете, можете. А каким образом вы проводите расследование? Не подскажите? Ну, сейчас мы для себя проводим. Если что-то выявим, это пойдет в генпрокуратуру, на стол генпрокурора. Я туда скоро сама поеду. И положу ему на стол все, что есть. Ну, вы можете не ездить. Я могу организовать вам встречу с ним, в принципе. Вызывай прокуратуру, братан. Прокуратура? Вызывай что, Прикорюк? Прокуратура? Я могу организовать вам встречу с ним, в принципе. А вы где находитесь? Северный ветер. Владимирский Централ Вечерный! Это... Я сейчас в городе Сургуте пока нахожусь. Я, собственно, в ваш город случайно попал. На информационная компания. ИФК Норт-Ошлинд. Здрасте. Вы меня не узнаете? Нет, не узнаю. Я сын лейтенанта Шмидта. ИФК Норт-Ошлинд. Так, 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 так. Ах, вон как. Очень хорошо, что вы зашли, товарищ Шмидт. Не узнал. ИФК Норт-Ошлинд. Ты втираешь мне какую-то дичь. ИФК Норт-Ошлинд. Но у нас свои архивы. Мы провели очень огромное количество расследований. И есть очень многое количество документов и материалов на многих чужих. Вот в чем дело. Есть там компроматы и так далее. Но эти компроматы сейчас неприменимы, потому что эти люди сидят у сокола власти. Ну давайте я вам попозже. Только вышла стрепанация черепа, поэтому мне нужно сделать свою работу. Понятно. Хорошо. Просто мы столкнулись с такой же системой, что просрочки не только в травматологии, но, по-моему, еще и в стоматологии. Ну, не могу сказать по этому поводу. Да, я смотрю на вот этих врачей. Все вот, извините меня за выражение, только у мамы из подъебки вылезли и сразу врачами стали. У меня вопрос такой, а через какое место они врачами-то стали? Люди, мне говорят, бабка целую войну прошла. Медсестрой заслуженной ушла 89 лет. Сельским, исполняющим обязанности, сельским, сельским, сельщиком была. Я вам скажу однозначно, что рядовые врачи к этому отношения не имеют. Ну, несмотря на то, что было сказано, что вам перезвонят, звонки вновь начали поступать. Я не могу сейчас разговаривать, я на работе нахожусь. Что это было? Обычная работа проплаченных журналистов, которых все устраивает? Просто чего добиться-то? Вы хотите какую-то правду добиться? Ну, вроде вся страна так же. А вас это устраивает? Да меня устраивает. Устраивает? Конечно. Я получаю деньги, я работаю. С какой целью они звонят? Потерпевшим, свидетелям по уголовному делу? Вы меня хотите спровоцировать? Дискредитировать власть? Оговорить всех и вся, в том числе и органы власти, исполнительные, судебные и так далее. Самое главное – поссорить с врачами, оговорить их. Что это было? Пишите в комментариях. Северный ветер. Удачка, удачка, удачка. Северный ветер. Северный ветер. Северный ветер.